Серия тем Тайной Пятидесятницы Добро пожаловать на очередную тему из серии которая называется Тайной Пятидесятницы. Наша сегодняшняя тема называется Господь наша скала. Но прежде чем мы начнем наше исследование, прежде чем мы откроем страницы этой Святой Книги Божьей. Нам всем необходимо попросить Божьего водительства. Никогда не следует открывать Библию без молитвы. И поэтому я приглашаю вас склонить ваши головы вместе со мной и попросить чтобы Господь присутствовал здесь вместе с нами. Бог наш и Отец, какая привилегия для нас называть Тебя Отцом, зная то что Ты желаешь наилучшего для своих детей. Твоим особым желанием является то что бы мы понимали Твою волю. Но наш разум ограничен и сами мы не сможем понять Твою истину. Посему мы нуждаемся в Божественной мудрости и поэтому мы просим что бы Ты благословил нас присутствием Твоего Святого Духа. Тем же Духом которого Ты в безмерном преизбытке излил во дни Пятидесятницы. Мы просим что бы этот Дух присутствовал здесь и мы благодарим Тебя Отец за то обетование что Ты будешь с нами если мы Тебя попросим об этом. И мы просим во имя драгоценное, во имя Иисуса, аминь. И в самом начале нашего занятия сегодня я хочу сказать о том что существует очень тесная связь между тем что Иисус совершил на кресте и схождением огня в день Пятидесятницы. Фактически два этих события совершенно неразделимы. Без креста не было бы исхождения огня это было бы просто невозможно. И мы с вами увидим это в нашем сегодняшнем исследовании. Второй факт которым бы я хотел поделиться с вами по поводу этой связи между крестом и сошествием огня это то что большинство людей которые исследовали эту тему о том что произошло в день Пятидесятницы они фокусировали свое внимание на тех событиях которые произошли на земле. И они не могли понять то что произошедшее в той день на земле являлось всего лишь земным проявлением более важных событий которые происходили в тот момент на небе. Иначе говоря события на земле были знаком чего-то более значимого того что в этот момент происходило в небесных дворах. Знаете когда мы вспоминаем события дня Пятидесятницы то люди тут же говорят в тот момент произошел сильный ветер и огненные языки сошли на людей и они начали говорить на различных языках и на речьях. Это все что обычно мы вспоминаем о том что происходило в день Пятидесятницы. Но главные события дня Пятидесятницы происходили не на земле. Более важно то что в тот момент происходило на небе. А то что происходило на земле было просто отражением событий на небе. И так в самом начале этого урока я хотел бы что бы вы запомнили две вещи. Первое. Существует тесная связь между тем что произошло на кресте и тем что огонь сошел с неба в день Пятидесятницы. И второе. То что происходило на небе в день Пятидесятницы было более значимым чем то что происходило в этот день на земле. И в самом начале этой темы я хотел бы упомянуть о том что на страницах Ветхого Завета. Оставлен своеобразный образец. Именно с этого мы и начнем наш анализ этой темы Господь наша скала. И так какой образец или какой шаблон этих событий мы находим на страницах Ветхого Завета. Вначале я хотел бы кое-что объяснить. И затем я приведу несколько примеров по этому вопросу. Как происходило жертвоприношение животных? Их клали на жертвенник и Бог пускал огонь для того чтобы поглотить и принять эту жертву и это было своеобразным знаком от Бога что эта жертва была им принята. Иначе говоря в знак того что Бог принимает жертву Он изливал огонь на эту жертву который поглощал ее. И мы с вами увидим что это повторялось снова и снова на протяжении всего Ветхого Завета. Раз за разом мы встречаемся с этой идеей об огне поглощающем жертву. Я хотел бы начать с первого случая когда была принесена жертва которая упоминается в Писании. Это жертва которая была принесена однажды Авелем. Библия говорит нам о том что верой Авель принес Богу жертву лучшую чем Каин. Мы с вами знаем это. Но вопрос заключается в следующем. Как Бог показал то что Он принимает жертву Авеля и то что Он не принимает жертву принесенную Каина. Знаете иногда приходится с улыбкой читать толкование некоторых богословов по этому вопросу. Я читал книги в которых богословы пишут Авель знал что его жертва принята потому как дым от его жертвы шел вверх. А Каин знал что его жертва не принята потому что дым от его жертвы шел вниз. Это только одно из целого ряда интересных предположений но оно не находится в гармонии с тем что мы находим в Писании. Я должен заметить что в книге Бытие не говорится точно о том каким образом Бог открыто проявил себя приняв жертву Авеля и отвергнув жертву Каина. Но когда мы рассмотрим несколько примеров из Библии мы поймем тот способ каким Бог проявил себя тогда и открыл свою волю. Эллен Уайт в своих трудах прямо говорит нам о том как Бог показал то что он принимает жертву Авеля. И мы с вами увидим сегодня и с помощью других мест Библии что Эллен Уайт как раз правильно представляет этот вопрос. Я хочу сейчас прочесть из журнала знамение времени от 6 февраля 1879 года. Здесь Эллен Уайт описывает эту жертву которая была принесена Авелем. И так здесь написано следующее. «И призрел Господь на эту жертву» здесь речь идет о жертве Авеля. «И огонь сошел с неба и поглотил ее». И так как Бог показал то что он принимает жертву Авеля? Тем что он послал огонь с неба и огонь поглотил эту жертву. И так первый пример который мы находим в Писании когда Авель принес свою жертву и Бог показал свое одобрение тем что огонь поглотил эту жертву. Еще один пример который я хотел бы с вами рассмотреть описывает тот момент когда происходило торжественное посвящение Скинии в пустыне. Это тот момент после которого началось служение в Скинии. Запись об этом мы можем найти в 9 главе книги Левит и стихи с 22 по 24. Книга Левит 9 глава стихи с 22 по 24. Я хочу что бы вы при чтении этого места увидели эту связь между жертвой и огнем. Здесь сказано «И поднял Аарон руки свои, обратившись к народу, и благословил его, и сошел, совершив жертву за грех всесожжение и жертву мирную». Обратите внимание здесь описаны три вида жертвоприношения. И затем в 23 стихе сказано «И вошли Моисей и Аарон скинию собрания, и вышли, и благословили народ. И явилась слава Господня всему народу». И сейчас обратите внимание «И вышел огонь от Господа, и сжег на жертвенники всесожжение и туг, и видел весь народ, и воскликнул от радости, и пал на лице свое». И так вы видите по какой схеме здесь все происходило. Три вида жертвоприношения были положены на жертвенник, и затем вышел огонь от Господа, и поглотил эти жертвы, которые были положены на жертвенники. И так еще раз здесь представлена та же самая идея. Были принесены жертвы, и Бог принял эти жертвы с помощью огня, который сошел с неба, и это было знаком того, что он принимает эти жертвы. Следующий пример, который я хочу вам представить из Ветхого Завета, взят с того момента, когда израильским народом управлял царь. Это был период правления царей. Однажды Давид захотел сделать перепись народе, это нельзя было делать, и тогда Давид сказал начальствующим народе «пойдите исчислите израильтян». И подали Давиду список народной переписи, Библия говорит «и неугодно было в очаг Божьих дело сие, и он поразил израильтян». К царю был послан пророк, который предложил Давиду самому выбрать наказание за этот грех, за эту перепись, и сказал Давид пророку «тяжело мне очень, но пусть лучше впаду в руки Господа, ибо весьма велико милосердие его, только бы не впасть мне в руки человеческие». И то что произошло дальше записано в 1-й книге Параллипоминон 21-я глава стих 26-й. 1-я книга Параллипоминон 21-я глава стих 26-й. Здесь сказано «и соорудил там Давид жертвенник Господу, и вознес все сожжения и мирные жертвы, и призвал Господа, и он услышал его, послав огонь с неба на жертвенник всесожжения». Видите, здесь все происходит по той же самой схеме. Бог ответил Давиду, послав огонь, который поглотил эту жертву. И так мы опять видим эту связь, жертва и огонь. Это интересно. Я вначале уже говорил об этом, что существует связь с той жертвой, которая была принесена на кресте с огнем, который сошел во время дня пятидесятницы. Еще один пример. Это событие произошло во время посвящения храма, который был построен царем Соломоном. И кстати нам никогда не следует называть этот храм храмом Соломона, потому как это был не его храм. Будет правильнее сказать, что это был храм Господу, который построил Соломон. Знаете иногда мы говорим «Ноев ковчег», но это не верно. Это был ковчег Божий, который построил Ной. Мы должны быть очень осторожны с терминами, чтобы нам случайно не отдать всю славу строителю, вместо того чтобы прославить Господа, который использовал этого строителя как свое орудие. И так, когда Соломон построил храм, во время посвящения этого храма Соломон вознес молитву Господу, он возложил жертву на жертвенник, а теперь послушайте то что там тогда произошло. Вторая книга Параллипоминон 7 глава стих 1. Здесь сказано следующее «Когда окончил Соломон молитву, сошел огонь с неба, и поглотил все сожжения и жертвы, и слава Господня наполнила дом.» Вы заметили опять все произошло по тому же образу. Жертва, а затем сходит огонь. Бог с помощью огня показывает что Он принимает эту жертву. Давайте посмотрим еще один пример как это происходило во времена Ветхого Завета. Это записано в 3-й книге царств 18-й главе в 38-м стихе. Вы помните то что происходило во дни пророка Илии? Как Бог показал всем что Он не принимает жертву которую тогда принесли пророки Ваала? Помните огонь с неба тогда не сошел. Это говорило о том что Бог не принимает их жертву. И как Бог показал то что Он принимает ту жертву которую возложил на жертвенник пророк Илия? Давайте это прочтем 3-я книга царств 18-я глава 38-й стих. Здесь сказано «И не спал огонь Господень и пожрал все сожжения и дрова и камни и прах и поглотил воду которая во рве. Увидев это весь народ пал на лицо свое и сказал Господь есть Бог. Господь есть Бог.» Итак в Ветхом Завете мы видим как это все повторялось по одному и тому же образцу. Там была жертва и Бог показывал что Он принимает эту жертву. Огонь сходил с неба и поглощал эту жертву. А сейчас я хочу рассмотреть этот вопрос немного с другой точки зрения. Теперь мы не будем говорить о жертве и об огне как знаки принятия этой жертвы. Сейчас я хочу рассмотреть другие символы но эти символы преподают нам тот же самый урок. Иначе говоря та же мысль но при этом она передается с помощью других символов. Я рассмотрю два ключевых эпизода которые мы находим в Ветхом Завете. В Ветхом Завете есть два различных отрывка которые повествуют об этом. Давайте рассмотрим первый отрывок который находится в книге Исход 17 главе стихи с первого по шестой. Книга Исход глава 17 стихи с первого по шестой. Обратите внимание на некоторые детали которые мы сейчас рассмотрим в этом отрывке. В то время дети Израиля находились в пустыне в необитаемой местности и они там нуждались в воде. И однажды когда у них не было воды они начали роптать перед Господом. Давайте прочтем об этом начиная с первого стиха. И двинулось все общество сынов Израилевых из пустыни Син. Кстати очень подходящее имя для этой пустыни Син. На английском Син это грех. Но название этой пустыни пустыня Син это на иврите название не на английском. Итак и двинулось все общество сынов Израилевых из пустыни Син в путь свой по повелению Господню и расположилось станом в Рефидиме. И не было воды пить народу. И укорял народ Моисея и говорили дайте нам воды пить. И сказал им Моисей что вы укоряете меня что искушаете Господа. Заметьте во время ропота народ израильский обвинял Моисея но еще они искушали этим самым Господа. И кстати согрешили ли они в этот момент против Бога? Да конечно согрешили. Библия говорит что они в этот момент проявили неверие. А Библия говорит что все что не по вере это грех. Такой своей реакцией они показали что они не доверяют Богу. А сейчас давайте прочтем третий текст «И жаждал там народ воды, и роптал народ на Моисея, говоря «Зачем ты вывел нас из Египта, уморить жаждой у нас и детей наших, и стада наших?» Моисей отреагировал на это как обычно проявив терпение к этому народу. В течении всех этих сорока лет он ни разу не терял самообладание. Кроме того случая в самом конце когда он ударил дважды по скале. Мы с вами чуть позже будем говорить об этом. В книге чисел в 12-й главе стих 3-й написано «Моисей был кратчайшим человеком на земле» Моисей имел дело с общиной численностью что-то около миллиона человек. И так вот о чем здесь дальше говорится в 4-м стихе. «Моисей возопил Господу и сказал, что мне делать с народом Сим? Еще немного и побьют меня камнями.» И вот какое решение Бог тогда предложил Моисею. Это интересно! Давайте прочтем 5-й текст. «И сказал Господь Моисею – пройди пред народом, и возьми с собою некоторых из старейшин израильских, и жезл твой, которым ты ударил по воде, возьми в руку твою и пойди.» О какой реке здесь идет речь? Помните как Моисей ударил однажды жезлом по воде в реке Нил. И так здесь сказано «пройди пред народом, и возьми с собою некоторых из старейшин израильских, и жезл твой, которым ты ударил по воде. Возьми в руку твою и пойди. И сейчас в 6-м стихе мы находим нечто очень интересное. И кстати, здесь говорит Господь, и мы знаем, что сам Христос говорил тогда с Моисеем. Вот я стану пред тобою, там на скале в Хариве. Я хочу, чтобы вы представили себе эту картину. В том месте была огромная скала. Скала Харив. Иисус стоит на этой скале. Итак, мы здесь встречаемся с символом скала. И с Иисусом, на которого указывает этот символ. Иисус стоит здесь на этой скале. Символ, и тот, кого символизирует этот символ, в этом эпизоде, они присутствуют вместе. А теперь послушайте то, что здесь дальше говорится в 6-м стихе. Вот я стану пред тобою, там на скале в Хариве. И ты ударишь, во что? В скалу. И Господь стоит на этой скале. И ты ударишь в скалу, и пойдет из нее вода, и будет пить народ. Вы можете себе представить эту картину? И, кстати, понимал ли народ, что за жезлом Моисея стоит сила и власть? Да, понимал. Я могу себе представить, что они чувствовали в тот момент, когда Моисей поднимал свой жезл. Они думали, о-о, у нас проблемы. Но в этот момент произошло кое-что интересное. Итак, в этом отрывке мы встречаемся с тремя основными символами. И когда мы расшифруем каждый из этих символов и соединим всю картину вместе, мы поймем, какой урок Бог желает преподать нам через этот отрывок. Первый символ, который мы встречаем в этом эпизоде, это скала. И кого символизирует эта скала? Это буквальная скала, но эта скала кого-то символизирует. Итак, кого символизирует эта скала? Давайте откроем 32-ю главу книги Второзакония, 4-й стих. Израильчане должны были быть знакомы с этими истинами, им не нужно было ожидать, пока апостол Павел расшифрует им, что скала символизирует Христа. Вы спросите, откуда мы можем об этом знать? Послушайте то, что написано в книге Второзакония, в 32-й главе и в 4-м стихе. И, кстати, 9 раз в этой главе повторяется эта же мысль. Итак, здесь сказано, он твердыня, в английском переводе, он скала. Итак, символизирует ли эта скала личность? Да или нет? Да, потому что здесь стоит личное местоимение он. Он твердыня, он скала, совершенны дела его, и все пути его праведны. Бог верен, и нет неправды в нем, он праведен и истинен. Итак, скала символизирует какую-то личность. Скала символизирует Господа. Вопрос вам, какую из трех божественных личностей символизирует эта скала? Вам нет необходимости угадывать. Первое послание к Коринфянам, 10-я глава, стихи с 1-го по 4-й. В этом месте говорится, кто же эта личность, которая тогда стояла на этой скале, и кого символизирует эта скала? Первое послание к Коринфянам, 10-я глава, стихи с 1-го по 4-й. Вот что здесь пишет апостол Павел. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились в Моисея, в облаке и в море, и все ели одну и ту же... Что? А-а-а! Духовную пищу! Можно ли сказать, что человек представляет из себя пищу? Да, можно так сказать. Разве человек не состоит из множества различных элементов, витаминов, минералов, белков и углеводов? Конечно же состоит. Человек представляет из себя пищу, но с помощью буквальной пищи Бог хочет преподать нам духовный урок. Буквальная пища является символом духовной реальности, и манна символизирует Христа. Мы с вами уже знаем об этом. Итак, апостол Павел здесь говорит. И все ели одну и ту же духовную пищу. А теперь прочтем четвертый текст. И все пили одно и то же, что? Духовное питье. Разве из этой скалы не лилась обыкновенная вода? Разве это не было обычная H2O? Заметьте то, что дальше здесь говорится. И все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня. Камень же был Христос. Итак, ясно ли здесь написано, кого символизирует этот камень? Да, этот камень символизирует Христа. Итак, кто в тот момент, когда стоял на этой скале? На этой скале стоял никто иной, как сам Христос. Итак, мы с вами имеем скалу, которая является символом. Итак, в этой истории мы встречаемся как с реальностью, так и с символом в одном эпизоде. Итак, кого символизирует эта скала? Или этот камень? Этот камень символизирует Христа. И сейчас нам необходимо задать еще один вопрос. А что символизирует жезл? Потому что здесь есть еще второй символ. Жезл, который ударяет по скале. Итак, что символизирует этот жезл? Если мы будем исследовать этот вопрос, то найдем, что жезл в первую очередь символизирует суд. Потому что всякий раз, когда Моисей поднимал свой жезл, совершался суд. Итак, жезл символизирует Божий суд. А жезл обычно используют для чего? Жезл используют для того, чтобы бить. Иначе говоря, когда бьют жезлом, это означает, что происходит Божий суд. Божий суд поражает и наказывает кого-то. В тот момент, когда жезл ударяет по кому-то или почему-то, в этот момент совершается суд над этим предметом или над этим человеком. Например, Библия говорит о том, что Моисей ударил жезлом по воде, и вода превратилась в кровь во время суда над Египтом. Он ударил тогда, как написано, в перземную, и из этого праха земного вышли мошки. Суд Божий, наказание Божье. И то же слово используется, когда описывается, как Бог поразил первенцев египетских. Итак, удар по скале символизирует Божий суд над этой скалой. Но в этом эпизоде интересно то, что этот жезл должен был ударить кого? Этим жезлом нужно было ударить тех людей, потому что народ в тот момент начал роптать на Господа. Они согрешили против Господа. Но вместо того, чтобы этим жезлом бить согрешивших людей, Моисей этим жезлом ударил почему? Он ударил по скале. А эта скала кого символизировала? Она символизировала Христа. Давайте откроем книгу пророка Исаии, 53-ю главу и 4-й стих. Здесь записано великолепное пророчество о Мессии. Здесь используется идентичное слово, слово «поражать» или «бить». То же самое слово, которое мы находим в 17-й главе книги Исход. Итак, 53-я глава книги пророка Исаии и стих 4-й. Здесь написано следующее. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был что? Видите, это же слово, которое используется в 17-й главе книги Исход. Но ты ударишь по скале там написано было. Итак, он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем. В оригинале на иврите здесь стоит слово «нака». Слово «нака» это очень интересное слово. Это слово означает «бить». Это означает «поражать», «ударять», «убивать», «получать удары» и «быть израненным». Все эти определения представлены в Ветхом Завете. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказуем и унижен кем? Богом. Итак, кто нанес удар по скале? Моисей ударил скалу. Но на самом деле Моисей символизировал кого? Он символизировал Бога. Итак, это скала, то есть Иисус был поражаем кем? Он, поражаем, был жезлом Божьего суда. Позвольте я вам задам один вопрос. Кто заслуживал наказание суда Божьего? Мы с вами заслуживали это наказание. Заслуживаем ли мы быть пораженными жезлом суда Божьего? Поверьте, что да, заслуживаем, потому что мы все согрешили и все лишены славы Божьей. Но жезл Божьего суда не поразил тех, которые были виновны. Жезл суда Божьего поразил того, который был невиновен. Этот жезл поразил Иисуса Христа. И здесь говорится о том, что жезл суда Божьего, вместо того, чтобы поразить нас, как грешников, поразил Иисуса Христа. Иисус был наказан судом своего Отца, потому что Он понес наши грехи. В книге Исаии в 53-й главе сказано как раз об этом. Но Он взял на Себя наши немочи и понес наши болезни. А мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. И у нас еще остался один символ, который нам необходимо также рассмотреть. И это вода. В этом отрывке есть скала, которая символизирует Христа. Удар жезла символизирует Божий суд, который был произведен над Христом вместо нас. И когда жезл ударил по скале, что в этот момент произошло? Из этой скалы пошла вода. И что это может означать? Что символизирует вода? Нам необходимо для понимания этого вопроса открыть 7-ю главу Евангелия от Иоанна, стихи с 37-го по 39-й. Иисус пришел в Иерусалим на праздник Кущей. Это был восьмой день этого праздника, который считался великим днем. Это было окончание этого праздника. Иисус, находясь в Иерусалиме, сказал кое-что очень интересное. Читаем 7-ю главу Евангелия от Иоанна, стихи с 37-го по 39-й. В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Итак, кто же является этой скалой? Скала – это Христос. Иисус сказал, «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Итак, камень символизирует Христа, потому что вода выходит из него. Давайте продолжим чтение. Стих 38-й. «Кто верует в Меня...» Итак, что означает пить воду из этого камня? Это означает верить и возложить надежду на Иисуса. Вот что это означает. «Кто верует в Меня, — говорит Христос, — у того, как сказано в Писании, «из чрева потекут реки воды живой». Итак, тот, кто верит в Иисуса, у такого человека, как сказано, «из чрева потекут реки воды живой». Откуда у этого человека, который верит в Иисуса, возьмется вода? Этот факт говорит о том, что этот человек сам будет пить воду из этой скалы. Иначе говоря, вы пьете из источника, и вы сами становитесь источником воды. Это то, что Иисус здесь и говорит. А что Иисус имеет в виду, говоря эти слова? «Кто верует в Меня, — то есть, кто приходит и пьет воду, которую Я ему дам, у этого человека, — из чрева потекут реки воды живой». Итак, что Иисус имеет в виду, говоря это, когда Он говорит о воде, которая исходит от Него? Нам не нужно теряться в догадках. Послушайте, о чем говорится в 39-м стихе. Здесь написано. «Сие сказал Он о ком?» «Сие сказал Он о духе, которого имели принять верующие в Него». Вы видите, те, кто надеются на Него, они должны принять Дух Святой. Иначе говоря, вода, которая выходит из скалы, мы пьем эту воду, веря в Иисуса, то есть, здесь говорится о принятии нами Иисуса Христа. И в последней части этого стиха говорится, «Ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен». И Он был прославлен в день Пятидесятницы. Дух Святой еще не был излит, потому что Иисус еще не был прославлен. Я хочу, чтобы мы сейчас представили эти образы. Итак, Иисус в этом отрывке – это скала. Иисус говорит, «Жаждущие, иди ко мне и пей». Это значит верить и надеяться на Иисуса. И когда вы пьете, а вода – это символ Святого Духа, если принимаете Святой Дух, то вы наполняетесь этой водой, и вы станете источником воды для других людей. Позвольте, я представлю вам еще одну иллюстрацию. Вы прогуливаетесь по ночным улицам нашего города Фресна. И вы видите на небе прекрасную, полную луну. Вы когда-нибудь видели такую луну? Знаете, иногда у нас в городе Фресна в течение нескольких дней бывает такое чистое, безоблачное небо. И в такие ночи вы можете видеть на небе такую красивую, красивую луну. И вы смотрите на небо и говорите своей жене или своему мужу. Посмотри, какая прекрасная сегодня луна. Но о том, что вы сказали, вы, должно быть, знаете, что это не является истиной. Не все истиной и ничем, кроме истины. Потому как на самом деле у луны нет никакого собственного света. Луна получает свой свет от солнца. Итак, если вы хотите сказать полную правду, то вам нужно будет сказать. Дорогая, какое же прекрасное солнце сегодня ночью. Потому как слава и красота луны, это на самом деле слава и красота, которая исходит от солнца. Вот что означает, когда Иисус говорит, «Я свет миру». Но Он также говорит, «Вы свет миру». То есть, если вы связаны с источником света, вы начинаете отражать этот свет. Если вы льете воду, вы наполняетесь этой водой, и тогда вы превращаетесь в источник благословения для других людей. Кстати, вода символизирует Святой Дух, который мы получаем, когда начинаем верить и надеяться на Иисуса. А сейчас давайте прочтем то, что написано в 1-м послании к Коринфянам в 12-й главе и в 13-м стихе. Здесь апостол Павел пишет, «Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или эллины, рабы или свободные, и все напоены одним духом». Итак, ясно, что вода символизирует кого? Святой Дух. Я хочу, чтобы вы мысленно представили себе следующее. Скала получила удар жезлом, и в результате из этой скалы потекли воды, и люди могли подойти и пить эту воду. А теперь, позвольте, я задам вам один вопрос. Кто это скала? Это Иисус. Что символизирует этот удар по скале? Это наказание Христа и его смерть. А теперь вопрос к вам. Что сделало возможным для Христа излить Святой Дух? То, что Он был наказан Богом. То, что Он пошел на крест. По той причине, что Иисус был наказан ударами жезла, то есть судом Божьим, поэтому то Он мог и излить Святой Дух в день Пятидесятницы. Итак, мы можем с вами иметь дело с различными символами, но в итоге эти символы выражают одну и ту же идею. С одной стороны, жертва на жертвеннике, и с помощью огня Бог показывает, что Он принимает эту жертву, и та же самая мысль выражена в ударе жезлом по скале. Бог, пуская воду из этой скалы, показывает, что удар по этой скале был им принят. Но есть еще один эпизод, где происходит удар по скале, мы не можем пройти мимо этого случая, потому как он очень важен. Книга чисел, 20-я глава, стихи 7-го по 11-й. И сказал Господь Моисею, говоря, возьми жезл и собери общество, ты и Аарон, брат твой. Ну а дальше есть отличие от того, что происходило в первом эпизоде. В первом случае Моисей должен был ударить по скале, но в этом случае от него ожидалось совсем другое. Он должен был сказать скале, чтобы она дала воду. Послушайте, как тут дальше сказано. И скажите в глазах их скале, и она даст из себя воду. Ты изведешь им воду из скалы, и напоишь общество и скот его. И так Бог сказал Моисею, сейчас ты должен только сказать скале, а эта скала символизирует Христа, и скала даст вам воду. Но что сделал Моисей тогда? После 40 лет в пустыне Моисей потерял терпение. Знаете, Лен Уайт пишет о том, что если бы Моисей тогда не согрешил, он был бы живым, взят на небо, не познав смерти. Но этот единственный грех привел к тому, что Моисей должен был пройти через смерть. Разумеется, после этого он был воскрешен и взят на небо. Моисей был очень терпеливым и кротким человеком. Но в этот момент он потерял терпение. И Библия говорит, что вместо того, чтобы просто сказать скале, он взял свой жезл и дважды ударил по этой скале. И что же было такого ужасного в этом грехе Моисея? Лен Уайт объясняет это в книге Патриархии и Пророки на странице 418. Знаете, когда я был ребенком, я очень удивлялся, когда читал эту историю. Мне казалось, что Бог настолько ужасно наказал Моисея, просто за то, что тот ударил по скале дважды. Моисей не вошел в землю, обетованную с тем народом, с которым все эти долгие 40 лет он шел по пустыне. И сейчас Бог говорит Моисею, ты не можешь войти в эту землю. И это все из-за того, что он ударил по скале. Послушайте то, что сказано в книге Патриархии и Пророки на странице 418. Опрометчивый поступок Моисея обесценил урок, который Бог желал преподать Израилю. Скала была символом Христа, подобно тому, как и Христос, должен был только один раз принести себя в жертву. Моисей однажды уже ударил по скале. Во второй раз нужно было только сказать скале, как и мы должны лишь просить благословений во имя Иисуса. Вторым ударом по скале, который является символом Христа, уничтожалось значение этого чудесного прообраза. Моисей этим ударом уничтожил символизм, который указывал на Иисуса Христа. Вот почему его грех был настолько ужасен. Он уничтожил значение этого чудесного прообраза, который указывал на Христа. Когда сегодня мы нуждаемся во Святом Духе, Иисусу нет необходимости опять испытывать на себе суд своего Отца. Известно ли вам о том, что католическая церковь учит сегодня тому, что на каждой новой мессе Иисус еще и еще раз умирает? Если в мире проходят миллионы месс, то это означает, что Иисус умирает миллионы раз. Раз за разом, по католическому пониманию, Иисус приносит Себя в жертву заново. Если Бог не позволил Моисею войти в землю обетованную, как Бог сегодня смотрит на все это? Вы согласны? Посланник евреям сказано, что Иисус однажды принес Себя в жертву, чтобы подъять грехи многих. Ему не нужно больше умирать, потому как Он однажды уже умер. Христос однажды принес Себя в жертву, чтобы подъять грехи многих. Эллен Уайт так пишет об этом в книге «В небесных обителях» на странице 113. Еще одно благословение, которое могут иметь все, кто ищет его надлежащим образом. Это Святой Божий Дух, вместе с которым мы получим и все прочие благословения. И у нас есть еще один вопрос, который мы с вами должны сейчас рассмотреть. Этот вопрос звучит так. География святилища. Сейчас мы с вами должны рассмотреть четыре основные места, которые были связаны со святилищем. Мы не будем говорить об отделении, которое называется «Святое святых». Мы рассмотрим всего лишь четыре, так скажем, места, которые были связаны с иудейским святилищем. Первое место – это лагерь или стан. Как правило, мы не рассматриваем израильский стан как некую часть святилища. Но поверьте, нам необходимо начать этот экскурс именно с лагеря. И перед тем, как Иисус пошел на крест, Он пришел и жил в среде грешных людей. Слово стало плотью и обитало с нами. Именно с этого места и начинается святилище. Святилище начинается с Иисуса, который жил в нашей среде. И Он должен был прожить безгрешную жизнь, потому как Он должен был вместо нас предложить закону свою совершенную жизнь. И после того, как Иисус прожил совершенную жизнь в среде людей, Он должен был войти во двор как жертва. И там во дворе находился жертвенник, на который возлагалась жертва. В это место приводили животных и возлагали на жертвенник. И так, после того, как Иисус прожил свою совершенную жизнь, Он стал этим непорочным и чистым агнцем. От стана, где Он прожил совершенную жизнь, Он должен был перейти во двор святилища, где Он умер за грехи всего мира. И затем мы переходим к следующему предмету святилища, к умывальнику. Этот умывальник символизирует воскресение Иисуса Христа. Как написано в послании к Титу в 5-й главе в 3-м стихе. Он спас нас банью возрождения и обновления Святым Духом. Возрождение означает дать жизнь кому-то, кто утерял свою жизнь. То есть умывальник был тем местом, в котором священник после принесения жертвы смывал все следы, которые напоминали о смерти. Он был очень сильно испачкан кровью. На нем были, так скажем, все признаки смерти. И священник в этом умывальнике смывал все следы, которые напоминали о смерти. И точно так же Иисус умер и был положен в гробнице, но когда Он воскрес из мертвых, Он очистил, так скажем, себя полностью от смерти. И так во святилище отображен весь жизненный путь Иисуса. Мы видим Его совершенную жизнь в стане среди людей. Затем мы видим Его смерть на жертвеннике. Мы видим умывальник, который символизирует Его воскресение. Где находится следующее место после умывальника? Следующее место после умывальника, это отделение святилища, которое называется святое. Известно ли вам, что в наше время есть множество учений, говорящих о том, что Иисус после Своего вознесения на небо, якобы сразу же вошел во святое святых? А что по поводу отделения, которое называется святое? Разве Иисус перепрыгнул через это отделение, чтобы сразу попасть во святое святых? Вначале стан, затем жертвенник, после этого умывальник, а потом святое, но никак не святое святых. И так, в конструкции храма так все расставлено, что после смерти Христа и после Его воскресения, должно быть и Его служение в отделении, которое называется святое. И именно туда Иисус вошел в тот момент, когда Он вознесся на небо. Он вошел в отделение святилища, называемое святое. Я хочу сейчас прочесть из четвертой главы книги Откровения, стих пятый. Это очень интересное место, мы уже рассматривали это место на нашей первой встрече. Но сейчас мы рассмотрим это место в контексте того, что мы изучаем сейчас. Откровение, четвертая глава, стих пятый. Мы с вами говорили о том, что в этой четвертой главе Откровения описано приготовление небесного тронного зала к возвращению Иисуса на небо. И этот тронный зал, это отделение святое небесного святилища. Потому что там мы видим, стоит светильник, семирукий светильник. Там также есть жертвенник курения. И так, это место в Откровении в четвертой главе было приготовлено для возвращения героя с войны. Это отделение называется святое небесного святилища. И, конечно же, Отец ожидает его возвращения. Серафимы и Херувимы ожидают его. Представители других миров ожидают его. И мы с вами прочтем о том, что Святой Дух также его ожидает. Здесь сказано. И от престола исходили молнии, и громы, и гласы. И что здесь дальше мы читаем? И семь светильников огненных горели перед престолом, которые суть семь духов божьих. И так, кто там также присутствует? Семь светильников, которые символизируют семь духов. Мы не говорим, что есть семь святых духов. Число семь означает полноту и завершенность. Вопрос вам. Присутствует ли Святой Дух в описании, в Откровении 4-й главы стих 5-й? Представлен ли он здесь символическим образом? Да, безусловно. Дословно здесь сказано, что семь светильников, это семь духов божьих. В 4-й главе Откровения просто сказано, что семь духов божьих находятся там во святом. Но когда мы начинаем читать 5-ю главу Откровения, где написано прибытие Агнца, здесь мы видим уже другое описание этих же семи духов, в тот момент, когда туда прибывает Агнец. Читаем 5-ю главу Откровения, стих 6-й. В конце этой главы есть описание того, как Иисус прибывает в это место после своего вознесения. «И я взглянул, и вот посреди престола и четырех животных, и посреди старцев стоял кто?» Агнец, как бы закланный. То есть к этому моменту Иисус уже был распят и уже умер? Да, разумеется. Но Он жив, Он представлен здесь уже живым. Но у Него на теле есть свежие раны. Вы согласны со мной? Итак, здесь сказано. «И я взглянул, и вот посреди престола и четырех животных, и посреди старцев стоял Агнец, как бы закланный, имеющий семь врагов и семь очей». А теперь заметьте очень интересную деталь. Которая суть семь духов божьих. И что они делают, эти семь духов? Что с ними произошло? Они есть в 4-й главе. Но в 5-й главе есть о них уже дополнительная запись. Итак, здесь написано. «Семь духов божьих, посланных во всю землю». О какой точке в истории здесь говорится, когда семь духов божьих были посланы во всю землю? Здесь идет речь о Дне Пятидесятницы. Итак, как написанное в Откровении 4-я глава 5-й стих исполнилось в день Пятидесятницы. Иисус предстал перед Своим Отцом, как Агнец. Он перенес на Себе удары жезла суда Божьего. И Он воскрес. И Он был изранен, но Он воскрес и предстал перед Отцом. Итак, Он предстал перед Отцом. Мы уже читали с вами об этом. И Он показал Отцу свои раны, и Он сказал, «Отец, вот раны на Моем теле, которые Я получил. Достаточно ли этого для того, чтобы спасти Моих людей?» И Отец ответил, «Да, этого достаточно». И затем, кто был послан на землю как результат жертвы Христа и как результат принятия этой жертвы? Тогда на землю был излит Святой Дух. И что еще можно добавить? Что излитие Святого Духа в День Пятидесятницы было знаком того, что жертва Христа была принята Его Отцом. Помните, как огненные языки сошли с неба в День Пятидесятницы? А какова причина того, что эти огненные языки сошли с неба? Причина состояла в следующем. Бог Отец сказал, «Здесь стоит передо Мною Агнец, который был заклан». И точно так же, как огонь в древности сходил на жертвенник, точно так же огонь сошел на землю в знак того, что жертва Агнца принята. Итак, цель огня, который сошел в День Пятидесятницы, и цель воды, которая вышла тогда из скалы, которая символизирует Святой Дух, цель такова, чтобы дать знать Его ученикам на земле, что Иисус предстал перед Своим Отцом, и Его жертва Отцом была полностью принята. Итак, а что же дальше? Скажите, какая радость была бы от этого Иисусу, если бы Он начал Своё служение в небесном святилище, а на земле никто бы об этом не узнал? Принесло бы такое служение кому-то пользу? Ученики должны были узнать о том, что Иисус принял служение первосвященника, служение их посредника и заступника. И зная это, люди могут прийти к Нему верой и пить у Него воду жизни. И после того, как они сами выпили эту воду жизни, теперь они могут идти по всему миру и делиться этой водой с другими людьми, которые тоже будут пить эту воду и приобретать для Бога других людей. Должны ли теперь ученики были идти и делиться с другими той водой, которую они получили сами в день Пятидесятницы? Безусловно. Итак, миссия апостолов состояла в следующем. Идти по всему миру, они уже испили этой воды жизни, потому как они поверили и возложили свою надежду на Иисуса. И теперь они получили задание идти и делиться с другими людьми той водой, которая истекла из их сердец. Поскольку Иисус прожил совершенную жизнь и умер на кресте вместо нас, теперь Он мог начать ходатайственное служение за грешников. Теперь Иисус мог вменить свою жизнь и свою смерть тем, которые верят в Него. Понимаете, когда Иисус умер на кресте, Он умер за каждого человека. Но это не означает, что каждый будет спасен. Разве это означает то, что каждый будет спасен? Прожил ли Иисус свою жизнь за каждого человека на земле? Да. Умер ли Он за каждого живущего на планете Земля? Разумеется. Но возможно вы скажете, но если Он жил для всех и умер для всех, то не означает ли это, что каждый будет спасен? Нет. Вы должны прийти и попросить и претендовать на Его жизнь и на Его смерть, как на ваши. Вы должны надеяться на Него и верить в Него и раскаявшись в своих грехах, исповедав их Богу, только в этом случае Иисус может взять свою жизнь и смерть и вменить вам. И тогда Бог будет смотреть на вас так, как будто вы никогда не согрешали. Вот то служение, которое Иисус совершает на небе. Для нашего спасения уже все было сделано. Иисус уже прожил свою жизнь. И Он уже умер, как грешник на кресте. Теперь Он ожидает, когда мы, каждый из нас, придет к Нему и попросит вменить Ему, совершив все необходимые шаги для получения Его заслуг. Вы согласны со мной? Позвольте сейчас я прочту вам одно утверждение. Из трудов Эллен Уайт. Это книга «История спасения». Страница 386-я. Она пишет «Разорвавшаяся на две части завеса в храме в момент смерти Христа, наглядно показала, что Бог больше не принимает жертв и обрядов, совершаемых иудеями, согласно Моисееву закону. Великая жертва в тот день была принесена и принята. И Дух Святой, сошедший в день Пятидесятницы на учеников Христа, перенес их мысли с земного святилища на небесное, куда Иисус вошел со своей кровью, чтобы излить на своих учеников благословения, совершенного им на кресте примирения». Конец цитаты. Он получил эти благословения, когда был на земле, и теперь он мог сказать, придите ко мне, попросите, и вы получите эти благословения, и они станут вашими. Примите это как вашу личную собственность. И, кстати, христианский мир верит в то, что Иисус простил каждого, когда был на кресте. Знаете, я иногда прихожу в адвентистские общины и задаю там вопрос. Простил ли Иисус грехи каждого человека, когда был на кресте? И они все говорят как один. Аминь. И тогда я говорю им, откуда вообще вы взяли такое богословие? Иисус не простил грехи каждого человека на кресте. На кресте Иисус сделал все возможное со своей стороны, чтобы каждый был прощен. В моей Библии написано, «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, растит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Своей совершенной жизнью и своей смертью Он приобрел для нас благословение. Но я должен прийти к Нему в раскаянии, исповедать пред Ним свои грехи. Вот тогда Иисус сменит свою жизнь и свою смерть мне. И Бог будет смотреть на меня так, как будто я никогда не грешил». Вот то, чему учит Библия. Итак, миссией учеников было принять Святой Дух в день Пятидесятницы и отдавать. Мы прочтем первую главу книги Деяния Апостолов и стихи 7 и 8. Обратите внимание, здесь есть выражение. «Вы примете и вы будете». Здесь два таких места. Я хочу, чтобы вы заметили связь между двумя этими местами. Первая глава книги Деяния Апостолов и стихи 7 и 8. Здесь говорится о том моменте времени, когда Иисус должен был вознестись на небо. Он же сказал им, «Не ваше дело знать времена и сроки, которые Отец положил в своей власти. Но вы примете силу...» Это произошло за 10 дней до того, как Святой Дух был излит в день Пятидесятницы. За 10 дней до этого. Иисус говорит им, «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый». Итак, какой первый шаг? «Вы примете силу...» А сейчас послушайте второе выражение. «Вы будете...» «И будете мне свидетелями...» Итак, первое выражение говорит... «Вы примете силу...» «И какова цель того, что они тогда получили силу...» «И будете мне свидетелями...» Где? «В Иерусалиме...» «И во всей Иудее...» «И Самарии...» «И даже до края земли...» Итак, какова цель? Для чего они должны были получить силу Святого Духа? Для того, что бы стать свидетелями для Христа. Вы пьете воду для того, что бы потом поделиться этой же водой. Вы принимаете свет для того, что бы затем передать этот же свет другим людям. Разве это не чудесная мысль? И именно это и произошло в день Пятидесятницы. В этот день Иисус излил Святой Дух на апостолов. И апостолы наполнились этой водой. И что нам делать с этой водой? Иисус сказал «Вам нужно стать источниками этой воды и давать эту воду людям. И тогда вы сможете продолжать принимать чудесные мысли, чудесный план. В Библии есть пример, которым я хочу окончить нашу сегодняшнюю встречу. «Однажды Иисус встретился с женщиной, с Самарянкой. Эту историю вы можете найти в 4-ой главе Евангелия Таана. Эта женщина, самарянка, пришла в полдень к колодцу для того, что бы набрать там воды. И это немного необычно, потому как люди жившие в Палестине в то время не ходили в полдень к колодцу черпать воду. Они либо приходили рано утром, либо позже после обеда. Потому что днем было очень жарко. Видимо у этой женщины была не совсем хорошая репутация в народе. И она не хотела встречаться с людьми, потому как она вела такой вот аморальный образ жизни. У нее было пять мужей, и с тем человеком, которым она жила в тот момент, он не был ее мужем. Она пришла черпать воду и встретила там сидящего Иисуса. И Он сказал этой женщине, дай мне пить. И женщина немедленно отреагировала на эту просьбу и сказала, «Как ты, будучи иудеей, просишь пить у меня самарянки?» Я хочу, что бы вы обратили внимание на то, как в этой беседе меняется понимание этой женщины, кем является Христос. В начале беседы она назвала Его иудеем. «Как ты, будучи иудеей, просишь пить у Меня?» Но после того, как Иисус открыл тайны, которые были у ней глубоко в сердце, она сказала, «Хм, Господи, вижу, что ты пророк!» Чуть позже, когда Иисус сказал ей о воде жизни, она сказала, «Я верю, что ты Мессия и Спаситель!» Иисус изменил ее понимание. Иисус ей тогда сказал, «Ту воду, которую ты здесь берешь, ты выпьешь, и через некоторое время ты возжаждешь опять. А кто будет пить воду, которую Я дам Ему, тот не будет жаждать вовек!» И она ответила, «Я хочу получить такую воду!» Давайте прочтем об этом. Иоанна 4-я глава стихи 13-й и 14-й. Иисус сказал ей в ответ, «Всякий пьющий воду сию возжаждет опять!» «Потому что это простая вода!» «А кто будет пить воду, которую Я дам Ему, эту воду можно получить у Иисуса!» Верно? «А кто будет пить воду, которую Я дам Ему, тот не будет жаждать вовек!» И сейчас послушайте внимательно. «Но вода, которую Я дам Ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную!» Вы понимаете эту схему? Вы пьете воду, и затем что происходит? Вы становитесь кем? Вы сделаетесь источником воды! Вот что здесь говорит Иисус. «А кто будет пить воду, которую Я дам Ему, тот не будет жаждать вовек!» «Но вода, которую Я дам Ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную!» Вы пьете из источника, и вы становитесь источником! И в результате эта женщина приняла Иисуса как своего спасителя! И она пила воду жизни! И что она в ответ сказала? В конце? Сказала ли она? «Благодарю тебя Господь за благословение, спасение! До встречи!» Нет! Она так не сказала! Она вернулась в город, но теперь она уже не боялась встретиться с людьми. Она больше не была смущена. Она пошла от дома к дому, с радостью, поспешно, в припрыжку, с улыбкой на лице. И люди, видя ее говорили «Вау! Она так сильно изменилась! Что же с ней произошло?» А она им отвечала «Я нашла Мессию!» На самом деле? Да! Пойдите и послушайте то что он говорит! Это просто удивительно! Своими призывами она подняла весь город! Она привела ко Христу весь тот город! Но пока она шла, вернулись ученики Иисуса. Они уходили для того что бы купить пищи. И вот они вернулись и сказали Христу «Господь, вот та пища, за которой Ты посылал нас!» А Иисус говорит им «Моя пища есть творить волю пославшего Меня и совершить дело Его!» Но ученики не поняли о чем Иисус им говорил. И сказали «Наверно кто-то принес Ему еду, пока нас не было!» Они не поняли о чем Он им сказал. И затем в 4-й главе Евангелия от Иоанна Иисус говорит «Не говорите ли вы, что еще четыре месяца и наступит жатва?» Но нет! А я говорю вам! Возведите очи ваши и посмотрите на Нивы, как они побелели и поспели к жатве! Если вы прочтете этот эпизод в книге «Желание веков» Эллен Вайт здесь пишет, что Иисус говоря это не имел ввиду поля пшеницы или поля ячменя. Иисус говорил об этой женщине, которая привела весь город Сихарь. Она привела их послушать то что говорил Иисус. Вот они-то и были теми полями созревшими для жатвы. Она приняла Христа как своего Спасителя и сразу же она стала миссионеркой. Она пила из источника и она сама стала источником. Она приняла солнечный свет и она стала светом для других. Я хотел бы сейчас прочитать одну цитату из Духа Пророчества где говорится об этой женщине. Это цитата из книги «Служение и исцеление» страница 102. «Она оказалась даже более эффективным миссионером чем его ученики. Ведь ученики не видели в Самарии благодатной нивы для миссионерской деятельности. Они говорили нет смысла тратить время на Самарию. Там нет тех которые бы хотели узнать истину. Вот что они говорили. Они тогда мыслили точно так же как многие адвентисты мыслят сегодня. Многие сегодня говорят у нас сейчас не наблюдается слишком уж большого численного роста. Но в будущем, когда будет излит Святой Дух, тогда будет великая жатва душ. Ученики Христа точно так же думали. Продолжая Эллен Уайт здесь пишет «Их мысли были сосредоточены на великой работе, совершить которую еще только предстояло в будущем. Ученики не видели что непосредственно вокруг них находится Нива уже готовая к жатве. Но женщина презираемая ими привела весь город послушать Иисуса. Она сразу принесла свет своим землякам. Эта женщина является воплощением практической веры во Христа. Есть вера которая не воплощается на практике. В вашей голове есть вера, но она никак не влияет на то как вы живете. Понимаете, если вы на самом деле любите Иисуса, вы захотите рассказать о нем каждому. Если вы не чувствуете сильного желания рассказать каждому человеку о нем, возможно это потому что вы любите его не по-настоящему. В продолжение Эллен Уайт здесь пишет, эта книга о служении и исцелении страницы 102-103. Эта женщина является воплощением практической веры во Христа. И дальше здесь идет знаменитое утверждение которое мы уже с вами читали. «Каждый истинный ученик рожден для Царства Божьего как миссионер.» Давайте повторим эту фразу еще раз. «Каждый истинный ученик рожден для Царства Божьего как миссионер. Он приходит к познанию Спасителя не раньше чем у Него появляется желание познакомить с Ним людей Его окружающих. Спасительная и освящающая истина не должна быть скрыта в Его сердце. «Кто пьет живую воду, тот сам становится источником жизни. Получающий становится дающим. Благодать Христова в душе, подобно источнику в пустыне, освежающему влагой все вокруг, побуждающему тех, кто находится на волоске от гибели, возжаждать этой живой воды.» Выполняя эту работу мы получаем благословение более великое, чем если заботимся только о своем собственном благе. Именно деятельность по распространению благой вести о спасении приближает нас к Спасителю. Это превосходное описание того что сделала эта женщина. И какой истинный признак того что человек по-настоящему познал Христа и любит Его? Самый главный признак это не то когда вы говорите на языках или совершаете чудеса или пророчествуете или изгоняете духов или когда вы совершаете все эти великие сверхъестественные вещи и чудеса подобно тому чему христианский мир учит сегодня? Самым главным признаком является тот факт что у вас есть очень сильное желание идти и делиться теми опытами которые вы получили с Иисусом Христом. С вашим Господом и Спасителем. Это самый важный признак того что вы находитесь в правильных отношениях с Иисусом Христом. Вы не сможете удержать это желание внутри себя вам захочется поделиться этими опытами со многими людьми. Говоря придите и посмотрите сами. Иисус чудесный Спаситель. Познакомьтесь с Ним сами и испытайте сами то что наша жизнь становится прекрасной когда мы принимаем Иисуса Христа как нашего Спасителя и Господа. Тема Тайны Пятидесятницы. Главный продюсер этой программы наш Господь Спаситель Иисус Христос. Перевод этих лекций был сделан для вас группой Тотал Ванслаук.